И всем привет, с вами Ghostface, и сегодня мы с вами запилим очередную хитовую игру, о которой знают тупо все. И многие в неё залипали, и эта игра называется... Doodle Jump. Если ты всё-таки хозяй чё-то такое, то это игра про жёлтого сопляка, который всегда стремится вверх, используя разного типа платформы, и главная цель игры не шмякнуться на землю. Ну, в принципе, я думаю, всё понятно, так что погнали! Спрайты я калякал сам, так что они стандартные, и не стоит акцентировать на этом внимании. Дальше берём их и пытаемся изобразить подобие уровня, после чего на мяч кидаем колландер и риджит бадди, на котором фризим движение по оси Z. Теперь займёмся платформой, кинем на неё платформу эффектор и бокс коллайдер. На последнем жмём галочку «Use it by эффектор». Теперь, если влететь в платформу снизу, мы будем её игнорировать, прям как я, своих хейтеров. Спилим подпрыгивание мячика через скрипт, где подключаем физику, и при столкновении с платформой шпыряем его вверх. Тестим, и видим, что всё работает как надо. На очереди управление мячиком. Юзать мы будем акселерометр, как и в оригинале. Код я возьму со своей игры «Up Only Up», чтобы не тянуть время. Ну а по-быстрому, если объяснить, то при наклонении телефона мы двигаем шарик в сторону наклона. Видим, что всё чики-брики. При старте игры с помощью цикла фар мы будем создавать 10 платформ, которые в дальнейшем будем просто перемещать вверх. Создадим пустой объект. Кинем на него скрипт и префаб. Запустим и насадимся тем, что всё работает. Крайдим снова пустой объект, который будет перемещать наши платформы вверх, и кидаем на него коллайдер и rigidbody тип, которого кинематик. Дальше в скрипте для платформ делаем проверку на столкновение с нужным нам объектом и перемещаем в рандомную позицию выше. Кидаем скрипт на платформу и запускаем, чтобы убедиться, что всё работает как надо. Теперь создадим два объекта. Кинем на них три киркерные коллайдера, при входе в которые мячик будет выходить с противоположной стороны. Реализовывать мы это будем через метод onTriggerEnter2D, где при столкновении с определённым объектом будем перемещать его в нужные координаты. Летим в дюньку и приклеиваем написанный скрипт на границе камеры. Запускаем и видим, что скрипты работают правильно в обе стороны. Осталось делать так, чтобы фон камеры, а также её границы летели с мячиком на одной высоте. Для этого в скрипте будем менять их позицию относительно позиции игрока. Кидаем код на нужные объекты и указываем позицию мячика. Запускаем и видим, что всё работает как надо. Мячик прыгает и выполняет все функции, как и в оригинале. Вот такая игрулька у нас вышла всего лишь за пару минут. На этом у меня всё. Подписывайтесь, ставьте лайки, а также отправляйте это видео своим друзьям. Всем пока и до скорых встреч!